о том, как складывается сезон и как проводит карантин Равиль и его семья. Равиль, привет! Видишь ли ты меня? Привет, привет, Дим. Да, привет всем болельщикам. Ну что ж, давай тогда поговорим непосредственно о том факте, насколько для тебя самого было важно, хотелось оказаться в торпеды, насколько у тебя такие теплые чувства были связаны с клубом еще до того, как ты стал тренироваться с командой, до того, как стал играть за основу. Ну, я следил за торпедой, и в бытности, когда команда была во второй лиге последние годы, сезоны, ну, было интересно, как команда вообще живет, чем дышит. Вот, очень рад был, что команда даже в первом своем сезоне, так скажем, после возвращения из второй лиги, ФНЛ занимает очень высокое место. Ну, давай теперь перейдем к кубковому матчу, который случился, когда ты уже стал игроком торпеда. Матчи, на которые болельщики клуба возлагали очень большие надежды, но, к большому сожалению, все завершилось крупным и весьма неожиданным поражением. Вот если сейчас, спустя достаточно длительное время, порассуждать на тему, почему так произошло, вот есть ли какие-то объяснения причин, почему так стало? Ну, причины можно разные подобрать. Наверное, объективно это самое будет то, что команда обновилась в нынешнем межсезоне, в том числе и с моим приходом. Поэтому, естественно, нужно время какое-то. Может быть, нам не хватило этого времени. Может быть, команда в каких-то моментах перегорела. Все-таки первая официальная игра после длительного перерыва хотелось показать себя с наилучшей стороны. Но, опять-таки, по игре я не считаю, что мы проиграли вчистую. В команде каких-то... Да, были индивидуальные ошибки, которые, к сожалению, способствовали такому неблагоприятному результату. Насколько вот это поражение, оно ударило, может быть, по каким-то амбициям, по самолюбию игроков? Ну, у нас опытная команда во главе с опытным тренерским штабом, естественно, не дали нам, опять-таки, сильно расстраиваться, как-то уходить в себя, так скажем. Потому что уже представилась следующая игра, опять-таки, где нужно было показать себя, свое лицо, так скажем. Вот, опять же, многие болельщики спрашивают о том, что в этом сезоне в первой половине ты играл за Химки, во второй уже представляешь торпеды. Мог бы ты попытаться сравнить силу двух команд, может быть, с точки зрения коллектива, с точки зрения персонально лидеров, которые определяют и игру, и настроение в раздевалках? Ну, сравнивать, наверное, нет смысла, так как в каждой команде своя какая-то атмосфера, в Химках она иная, всего того, что как бы не сказать, что было очень много опытных футболистов. И, опять-таки, сравнивая с торпедой, здесь у нас, так скажем, есть некая середина сплава и молодости. Вот, и поэтому, наверное, как-то легче молодые чем-то своим задором каким-то, так скажем, привносят свою какую-то лепту, а уже более ребята, так скажем, постарше уже, так скажем, своим опытом, где-то своим подсказом, своей, так скажем, мудростью уже как-то по-другому себя ведут. Ну, а вот персонально для тебя все-таки на какой позиции играть более комфортно? В центре обороны или в опорной зоне? Понятно, что ты, скорее всего, ответишь, что как видит тренер, но вот все-таки по ощущениям, по такому внутреннему настроению. Ну, хотелось, да, ответить банально, наверное. Нет, не надо. Но не буду, да. Ну, естественно, да, на своей позиции, в центре боли я чувствую себя на ней комфортно. Вот, и как бы на протяжении уже какого-то долгого времени на ней играю. И как бы мне все нравится, как бы, так скажем, руководить, быть, точнее, между атакой и обороной. То есть помогать и там, и здесь. Как переживаешь карантин? И, собственно, что удается поделать? Удается ли потренироваться немножко? Или все-таки это все равно не то и не может заменить обычные тренировки? Ну, в командной тренировке все, что мы делаем вместе, это как бы совсем все иное. Там ты каждый день в тонусе, постоянно общаешься и тренируешься, и ты, в общем, в форме, в полной находишься. Здесь, конечно, есть свои нюансы. Естественно, как бы никому это неприятно в данный момент. Ну, а приходится обходиться какими-то подручными средствами. Допустим, та же лестница условная в подъезде, какие-то упражнения вверх-вниз, как бы такие элементарные вещи. Ну, давай тогда постараемся составить какой-то небанальный хит-парад твоих пристрастий. На что обратил внимание, что тебе запомнилось в плане кинематографа, может быть, в плане музыки, которая сопутствует таким домашним тренировкам, что мог бы выделить? И из этой, так скажем, серии. Начну с того, что, опять-таки, с таким огромным количеством времени научился некоторые вещи готовить, наверное. Какие? Будет какой-то рецепт специальный? Только желательно, чтобы продукты были достаточно простыми, потому что сейчас... Нет, продукты достаточно простые. Вот на днях удалось... У меня жена даже удивилась, так скажем, сделал чебуреки с сыром. Ничего себе. Очень понравилось. Не знаю, почему-то самому захотелось. И посмотрел в интернете, как это все делается. И решил, так скажем, исполнить свой талант на кухне. Будем надеяться, что доктор сейчас нас не слышит, потому что это не самая полезная пища, наверное. Пища, да, но... Чуть-чуть, так скажем, себя где-то... разгрузить какой-то день. Ну, мне кажется, это можно. Ну, вот тут вопросы сразу посыпались. Спрашивают, пиромячий умеешь готовить? К сожалению, нет. Я даже знаю, ну, примерно понимаю, что я все-таки мусульманин. И, естественно, такие вопросы... Сейчас я так листаю комментарии. Ну, есть знакомые, которые пишут... Нет, к сожалению, не умею. Ну, как бы буду стараться это приготовить. А как вообще к татарской кухне относишься? Потому что я прошлым летом целый месяц провел в Казани. И вот ичпачмаки, леши, все это успел оценить. Это, конечно, все очень вкусно, но крайне калорийно. И каждый день это употреблять, тем более в спортивном таком графике, но это никак не позволительно. Позволительно, да. Отношусь положительно. Как бы это национальные все татарские блюда. Поэтому, да, естественно, как бы слежу за своим состоянием, за своим весом, но то, что готовит жена, родители, мама, теща, все это очень вкусно. И где-то немножко, так скажем... Всказывается. Всказывается, да. Разбегаются глаза. Но держу себя, так скажем, в руках. Книг, наверное, у меня есть. Я подготовил целый... Ну, не целый, пять выбрал. И с последнего, что я читал, это, наверное, первое, я даже покажу. Это Стивен Спилберг. Это режиссер американский. Вот. Второе, это, наверное, так, это будет азбука успеха. Тоже интересная книга. Так, третий, тоже недавно прочитал. Это прямо подборка настольных книг, или они случайно оказались все вместе лежать? Это, ну, просто... Ну, случайно оказались, я просто их выбрал, и с последнего, что я читал. Это вот третий, это Робин Шарма, это тоже книга, так, монах, который брал свой феррари. Так, и две спортивные, наверное, на то, что тоже из последних, это больше суша сильнее. Ну, это чисто так для мужского населения, так скажем. Так, и пятое, наверное... Ну, оно составляет основу, я думаю, нашей аудитории, по крайней мере, в данный момент. Так, ну, и крайняя книга, это, опять-таки, про наш футбол. Это Эдуард Безуглов. Тоже интересно для, в принципе, для родителей, для любителей футбола и для детей. Да, это врач сборной России по футболу. Пользуюсь случаем. Эдуард, тебе большой привет. Переносимся в Германию. Я надеюсь, что удастся мне связаться с Юрием Савичевым, легендой московского торпеда, который сейчас находится, насколько я знаю, где-то неподалеку от Гамбурга. Юрий Николаевич, добрый вечер. Приветствую вас. Как меня видно и слышно? Добрый вечер. Видно хорошо. Ну, нахожусь я сейчас в Гамбурге. Ну, недалеко пригород Гамбурга, город Нордерштетт. Ну, где-то в пяти километрах от Гамбурга. Вот у нас уже в комментариях большое количество торпедовских болельщиков спрашивают о том, чем вы сейчас занимаетесь, чтобы вы рассказали, связана ли ваша деятельность с футболом или, как я понимаю, она связана с медициной? Нет, к сожалению, с футболом. Я немножко отошел от футбола. То есть захотел стабильности попробовать себя на каком-то другом месте или в другую профессию. В данный момент я уже сказал, что я работаю в клинике. Профессия называется медицинский техник. Ремонтирую различные аппараты медицинские и кровати механические. То есть то, что нужно для больницы. Но для торпедовских болельщиков старой гвардии, те, кто помнят еще эпоху 80-х, одно из самых ярких воспоминаний, связанных с вами, именно в клубной карьере, это, безусловно, двухраундовое противостояние со Штутгартом. Вот сейчас, спустя много-много лет, давайте вспомним, на утро после победной игры вы проснулись с другим человеком с точки зрения отношения к себе, с точки зрения счастья, с точки зрения того, что вы совершили. Или абсолютно ничего не поменялось? После какой игры? Первой или второй? После матча со Штутгартом. Ну, давайте про первую, про вторую. Ну, первый матч, да, мы играли еще на стадионе Динамо. Выиграли 2-0. Да, мы с братом забили по мячу. В принципе, результат был сделан. Ну, как сделан? Хороший результат на ответную игру. В принципе, мы знали, что Штутгарт очень хорошая команда. У них очень было много звезд. Там тот же Клинсман затем стал тренером сборной ФРГ. Ну, хорошая команда. Как раз они там были в лидерах. Ну, они, наверное, были шокированы от того, что вроде команда такая не особо, как говорится, ну, середнячок или как там. И вдруг у себя была погода, помню, кошмарная. Там дождик шел сильный. Ну, вот мы выиграли. А вот когда мы поехали уже туда, в Гамбург, в Штутгарт. Вот, да, в Штутгарт. Вот тогда у нас, конечно, немножко было как-то, может быть, настроились получше. Почему? Потому что пресса писала, сейчас мы их порвем, нас 3-4-0 нас устроит. Ну, и вдруг произошли такие события, что мы забили первые там два мяча быстро, а потом, как говорится, уже начали ну, играть в свою игру. Ну, если вот такую лексику использовать, то это именно вы их порвали, то есть абсолютно раскатали, это было что-то невероятное в атаке. Что тогда произошло? Что стало причиной? Это просто была какая-то эйфория, какая-то химия, какая-то гармония? Что случилось? Ну, может быть, вот именно Штутгарт нас потому что как-то подзадорил, что вот, типа, мы приехали и начали говорить там, о, сейчас мы их вроде порвем, там, что там мы с ними там это, и вроде как нас это задорило, что мы должны, должны. Ну, вот, настроились, и как-то игра пошла с первых минут, мы увидели слабинку Штутгарта, они, видно, сразу хотели нам сразу забить, а получилось, что мы на контратаках быстро два забили, а потом уже, как говорится, играли в свой футбол, а они не могли понять, в чем дело. То есть, совершали ошибки, и, как говорится, мы довели до конца. Юрий Николаевич, ну, очень много вопросов, разумеется, про золотой Олимпийский гол Сеула. У нас здесь спрашивают, снится ли он вам, спрашивают, знают ли ваши коллеги по нынешней работе о том, что работает с легендарным футболистом и Олимпийским чемпионом. Вообще, как вот эта история, как этот гол в ворота бразильцев повлиял и на вашу дальнейшую жизнь, и на карьеру, ну, и вообще на восприятие себя вот в такой футбольной системе координат? Ты знаешь, Дмитрий, могу честно сказать, как-то это все, как-то быстро все пролетело, все как-то даже звезды не успел поймать, как-то все быстро. Ну, выиграли, ну, да, готовились много, конечно, к этой игре, потому что, по-моему, четыре года все-таки предварительных игр, один турнир, второй турнир, чтобы попасть на Олимпиаду. Ну, туда, конечно, приехали мы, ну, если до Олимпиады кто-то сказал, что мы что-то выиграем, ну, может быть, третье место, а тут, когда уже выходишь в финал, тут уже только об одном думаешь, надо уже добить, потому что я считаю, что второе, даже третье место подсчетнее, чем второе, почему? Потому что третье ты обычно выигрываешь, а второе ты, как всегда, в проигрыше. Ну, а вот если сравнить, понятно, что сравнение такое, натянутое, может быть, не очень корректное, но все-таки, вот если сравнить бразильцев в том матче и Штутгарт, вот как соперников сборной Советского Союза и Торпедо, у вас было ощущение, ну, вот какого-то некого превосходства соперника вот в этих играх на бумаге до игр или абсолютно такого не было? Ну, это многие спрашивают, ну, как говорится, финал есть финал, тут, как говорится, все, когда у тебя последний пункт, надо тебе все сделать, тут все ребята выложились на полную силу. Если честно, вот для нас, вот для меня лично, допустим, самая тяжелая была игра, это первая самая игра, очень важно, как войти в турнир, и вот как раз и тем более мы играли против хозяев в Южной Корее, тогда мы, кстати, 0-0 сыграли, помню, ясная ЧА была. Вот этот, вот вошли в турнир, с очком мы начали выступать, а до финала дошли, там уже ребята были очень все настроены, мы только и мечтали, что надо до конца, да, команда в Бразиле была сильная, вот иногда просматриваю, просто интересно, мне кажется, был очень хороший уровень футболу. Вы имеете ввиду, что просматриваете именно фрагменты финала, да, но вот в этой связи вопрос от Дмитрия Гущина, зрителя нашего эфира, помните ли вы свои первые ощущения после забитого мяча, вот именно когда мяч оказался в сетке, и, соответственно, вас бегут поздравлять партнеры по команде, а где-то далеко Владимир Никитич Маслаченко кричит свою знаменитую фразу, вот как это все сложилось? Ну, фразу, конечно, только потом уже я понимаю, это понятно, да, ну, как сложилось, честно, вот, когда вот на поле как-то не чувствуешь это, да, после игры уже начинаешь думать, о, не только я, вся команда сделала хорошую работу, выиграли, да, забил победный гол, да, но я бы не расстроился, если бы другой забил, мы выиграли, это понятно, но так как-то все, как-то все получилось, можно сказать, как-то не задумывался об этом, да, сейчас, если так задуматься, да, можно даже сказать, может быть, Тафарел, вратарь сборной, может быть, мне облегчил эту задачу, потому что я голову поднял, а он уже передо мной стоит, добежал ли я до ворот, или там, может быть, если бы он стоял на линии, там, может быть, а тут, как говорится, может быть, нервы сдали, или, не знаю, был удивлен, что я так вроде увидел его вроде, да, осталось только перекинуть. Ну, вот, очень много вопросов еще касается ностальгии, понятно, что очень много таких торпедовских мест и в Москве, и в Подмосковье, и вот, в частности, спрашивают по поводу базы в Мячково, связаны ли вот с ней у вас какие-то теплые воспоминания, потому что сейчас, к сожалению, торпеда там не тренируется, и уже достаточно долгое время такая ситуация, вот, что у вас сохранилось в памяти применительно вот к этому объекту? Да, я думаю, жалко, конечно, что это как наш второй дом был, если вы знаете, мы в те времена по три, по четыре дня сидели на базе, с одной стороны, конечно, это долго, как я потом уже понял это, что как-то мы там три-четыре дня сидели, с другой стороны, это отвлекало, то есть команда настраивалась на конкретную игру, база была шикарно, в лесу, чистый воздух, хорошие три поля, ну, короче, все условия, кухня обалденная, вот, может быть, сейчас, конечно, нашим торпедовцам жалко, может быть, это одна из причин, может быть, что все-таки ощущать себя, как дома, хорошо подготовиться к игре, это свой стадион, это все-таки важно, вот, я хотел показать, это была визитная карточка, вот, когда мы начинали футбол, и уже начали с братом, то есть, вот такая вот визитная карточка была в торпедо, так, это значит, черно-белая одинаковская футболка, а какой-то сезон, у нас просто очень много коррекционеров, это не сезон, это вот, я говорю, визитная карточка была в торпедо, когда вот молодые, ну, футболисты, там, из дубля, приходили в основном состав, всем давали, вот, как, вроде такие вот майки, это вот именно, что, ну, конечно, она когда-то была игровая, но этой майки, в которой мы ходили по базе, да, вот так. А, то есть, это не игровая футболка, или игровая? Нет, это, конечно, это игровая футболка, но в ней не довелось играть, это уже, как говорится, вот я говорю, что, когда приходишь в команду, тебя берут в состав команды, и вот давали, как вот, вот, вы теперь, юные торпедовцы, вот, я не знаю, у моего брата есть такая футболка, она должна быть. Но вы при случае спросите. это самая первая наша футболка, да. Вот, кстати, Дмитрий, принесли. Так, вот, внимание всем, друзья, сейчас Юрий Николаевич покажет нам, действительно, раритет, это, насколько я понимаю, игровая футболка, олимпийского финала, СЮ-88, но она просто в идеальном состоянии находится, расскажите, вы ее в быту носили, так, чтобы вот прогуляться, чтобы все знали, кому она принадлежит, или в Германии в такой лучше не ходить? Не, во-первых, она уже маленькая, я не знаю, мы такие все худые, в то время, я смотрю, у меня и трусы, такие-то, я говорю, как же мы их там вообще, нет, к сожалению, я уже ее, ну, одеть-то одену, но как-то уже, не те габариты. Но она стиралась, или она сохранилась, вот именно в том виде? Нет, она не стиранная, там видно даже. А как запах, вот все здорово у нее? Ну, нет. Просто все, все сейчас хотят прикоснуться, но ни у кого нет такой возможности, посредством инстаграма, к сожалению. Но это вот самый памятный, да, реквизит? Ну, почему? Вот я могу еще тут сделать, я уже обещал там это, мы когда раньше начали играть в торпеды с братом, вот у нас было небольшое хобби, вот собирать. Это вымпел торпедовский, у меня такой тоже есть, и значки. да, вот есть, вот коллекция значков, это все про торпеды. Привет всем торпеды, фалеристам и Василию Петрокову, которые наши тоже смотрят. Там вот различные матчи, не знаю, может быть есть, нету таких, ну, вот это вот, как говорится, осталось, таких, конечно, понятно, значков уже нету, но... Но я смотрю, что у вас давно коллекция не пополнялась, сейчас уже достаточно... нет, 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 а где? Сейчас очень... это да. Современных значков, но вы почаще приезжаете... Зато таких уже нету. Александр, вот наконец все наладилось, добрый вечер. Долго-долго вам пришлось ждать... Я сразу обозначу, что я, так сказать, экипировки правильные сегодня. Да, вы сегодня в черно-белой футболке, ласточке... Я не мог поступить по-другому. Какого сезона эта майка, расскажите? Ребята, эта майка, это мои друзья, которые производят спортивную амуницию, они сделали для меня еще пару иземляров, и как они мне сказали, вот я не знаю, видно-не видно, это по тем лекалам, лекалам тех футболок, в которых футбольный клуб Торпедо выступал в 60-х годах. Понимаете, вот не знаю, где они их нашли, вот, но это мои такие большие друзья, обманывать они не будут. Вот, я надеюсь, что... Подождите, давайте сразу расставим точки над и. Вы за эксклюзив, вы вот только для себя сделали, и сказали, вот у меня такая крутая майка, или вы готовы со всеми старатниками поделиться. Это не я сделал. я именно дьявол. Это мои друзья мне сделали, понимаешь, я же не могу сказать, ребята, сделайте для всего нашего стадиона, ты понимаешь, вот. Ну, дело не в этом, дело в том, что у меня огромное количество футбольных майок, футбольных клубов Торпедо Москва, и в самое разное настроение я одеваю, кто-то еще так. Была та эпоха, когда болельщики, со стажем помнят, нам приходилось приходить дофутбольные наши матчи с Торпедо, одетые в форму, я не знаю, Нью-Касла, Ювентус, больше что творилось в 90-х годах. Но сейчас как-то все наладилось, и приятно видеть ребят в нарядных футболках именно Торпедо Москва. Значит, я сразу хочу, вот сейчас прослушал прекрасный эфир, значит, с Юрием Савичевым, и огромное спасибо ему за привет, тоже передаю ему привет, потому что я помню этих двух замечательных братьев со своих 10 лет, когда они в юрском футболе, играя на первенство Москвы, выступали за клуб с таким звонким названием, Московский клуб «Союз». А я играл тогда в «Москвиче», и тоже 65-го года рождения, вот я виделся с ними, так сказать, с нашими легендами нашего футбола и футбольного клуба «Торпедо», вот с 9-ти их лет и моих 9-ти лет. Я не знаю, помнят ли они меня как футболиста того юного, но я их прекрасно помню, потому что та команда, в которой они играли, повторюсь, «Союз-Москва», она очень сильно выделялась среди первенства Москвы. Но, надо сказать, что братья, которые играли, значит, если я ошибаюсь, по правому фламу, один нападение, другой в полузащите, значит, они были, так сказать, субтильны, вот, обладали прекрасной техникой, но вот субтильной, знаете ли, так сказать, и потом уже, так сказать, набрали вот эту форму, вес, и получилось то, что получилось. Один олимпийский чемпион, другой, так сказать, достойно возглавляет наш футболинг-мут «Торпедо». Александр, давайте немножко вспомним, как произошло вообще ваше увлечение «Торпедо», вот как зародилась эта любовь. Вы потомственный болельщик клуба, или что-то произошло, что-то вот так цокнуло, и вот эта история началась? Ну, знаете, футболинг-клуб «Торпедо» мне достался по наследству, потому что мой папа, как, наверное, все вот люди, которые видели легендарную торпедскую команду 60-х годов, они все, так сказать, болели за футбольный клуб «Торпедо». И вот в свои 7 лет, значит, я, так сказать, болел за футбольный клуб «Торпедо», при этом выступая, вот так повторюсь, за другую автомобильную команду, представляющую завод «АЗЛК». Неважно. Вот, потом, смотрите, 65-й год, «Торпедо» стала чемпионом страны. И вот я родился в 65-м году, и вот как вот папа, так сказать, принимал поздравления, поздравляя с его вторым, значит, да, сыном мной, и с тем, страны. Эстетика городских окраин, где прошло все мое детство, все мое юность, это тоже, так сказать, как-то созвучность с нашим футбольным клубом. Одним словом, я стараюсь вот продолжать традиции нашей семьи, не подвести своего отца. Тех матчей, которые запомнились больше всего, все-таки это скорее эпоха 80-х, это время Савичевых, или это вот события новейшей истории, то есть это кубок 93-го года, это бронза 2000-го, может быть, это матч с Губкиным, или возвращение в Премьер-лигу, вот что в первую очередь отметите? Извините, там был вопрос. Нет, я хочу сказать, что в любом, знаете, сезоне, я знаю, даже первая лига, так сказать, вторая лига, Премьер-лига, всегда остается что-то в воспоминании. Вот, всегда, так сказать, как говорил великий Иванов Валентин Козьмич, он говорит, а матчи не интересны, нет? Все, даже в каком-то, совсем таком заунывном матче все равно можно найти какие-то моменты для любителей, которые интересны футболу. Вот, ну, я не знаю, как-то вот мне помнится как прекрасная игра Семшова Игоря, например, да, я помню, что-то осталось сейчас, знаете, игра, которую мы с Ростовом, значит, первый раз в Лужниках тогда играли, значит, это самое, вот, ну, в этим словом много чего можно вспомнить, это все как где-то в подкорке головы, головы, вот. Ну, что касается, что касается Игоря Семшова, да, я знаю, что многие болельщики не простили ему переход в Динамо, потом переход. Нет, знаете, вы как к этому относитесь? Нет, я категорически с этим не согласен, скажем, даже больше, когда вот Игорь переходил в Динамо, вот, каким-то, ну, таким небольшим кругом, потому что возможности, да, но он нашел возможности собрать, так сказать, болельщиков торпеда за свои дядюшки, вот, в одном, в московском, так сказать, пятидельном заведении, в таком, вот, и мы собрались, такой фуршетный, вот, и мы пожелали ему, так сказать, продолжение карьеры, но тогда я ему сказал, да, Игорь, если у вас там что-то, не дай бог, не заладится, вы помните, что торпедовцы вас всегда любят и помнят, вот, и это вообще, мне кажется, очень такое доброе отношение всегда было у болельщиков торпеда, они своих, даже когда они там переходят куда-то, так сказать, где-то там, они все равно считают, что кусочек торпедовского сердца, так сказать, живет в этом человеке, в этом футболисте, ну, нельзя так, знаете ли, вот, век футболиста короток, ну, что же, так сказать, его осуждать за то, что было, может, более интересное предложение, какой-то рост, какая-то ситуация в семье, что вот подсказывает, что сменить место дислокации, ну, надо себя по-доброму расставаться, и жизнь долгая штука, потом заканчивается игра футбола, и что же, мы не будем рады видеть, так сказать, замечательного сим-шоу в матче за ветеранов торпеды, что ли, да с удовольствием, понимаете, но вот смотрите, Александр, у нас есть обратная связь, и нам как раз только что написал комментарий Юрия Савича, по тому, что очень приятно, что вы вспомнили про команду «Союз», и он прекрасно помнит эти времена, но раз мы перешли к творчеству, то расскажите, пожалуйста, о цикле «Шаганов по Москве», потому что есть у нас здесь достаточно много вопросов, и есть, да, вот есть такое мнение пользователя о том, что она является вашим подписчиком на Фейсбуке, и великое спасибо за этот цикл, считаю с удовольствием, то есть, возможно, не является девушкой болельщицей торпеды, но пристально следит именно за вашим творчеством, вот что это за цикл, расскажите. Вы знаете, у меня вот вышла книга, уже достаточно давно, с названием «Я шаганов по Москве», значит, и вот сейчас такая пауза, связанная с карантином, и я решил вот на Фейсбуке, так сказать, выкладывать по одному, по два рассказа из этой книги. Собственно говоря, вот девушка, видимо, среди читателей, и я ее тоже приветствую, барышню эту замечательную, вот, и вот, кстати, книга, она начинается с нашего рассказа, как мы посетили однажды футбольный матч, где наша «Торпеда» 5-0 выиграла у ЦСКА, и как мы тогда, значит, возвращались трое суток, все гульбанили своим кругом болельщицким, дома не могли меня понять, они меня просто потеряли, вот, но это было фантастическое время, вот, и я хочу сказать, что когда мы ехали на этот матч, была такая промозглая погода, я думал, ну, хотя бы, хотя бы не проиграли бы, вот наши, да, выездной матч, значит, в ЦСКА, в Петровском парке, а там такое счастье, 5-0, ох, мама дорогая, так мало этого, во втором круге мы, так сказать, еще и 3-0 загнали, значит, замажай армейцев, вот, это вот тоже помнится. Провокационные вопросы посыпались, зритель Сани Поповцев пишет, готовы ли вы подстричься наголо, если «Торпеда» выйдет в Премьер-лигу, ну, я понимаю, что в этом сезоне, вот такой вот готовый челлендж принять. Нет, во-первых, я не сомневаюсь, что «Торпеда» выйдет, я в это верю, вопрос времени, значит, моя шевелюра, я понимаю, что она уже непопулярна даже на Урале, там уже таких причесок не носят, но вот мои друзья, как-то, Игорь Матвиенко, так сказать, Сережа Мазаев, вот эти замечательные бильярдные шары, значит, да, вот, а я вот, видите, еще немножко сохранил свои патлы, давайте я, так сказать, еще все-таки подошел. Так, ну ладно, давайте тогда другого шуточного хайпа добавим, на что вы готовы? А вот если наши ребята в Лиге Чемпионов, я не знаю, там, в УЕФА, вот прям вот выйдут, я не знаю, в одну вторую, в одну четвертую, я прям готов в парикмахерскую пойти, а так, просто, смысла нет, наши выйдут и будут играть в Премьер-лиге. Так, ну, это смелое обещание, но вы его отодвинули во времени все-таки на некоторый срок. Да, да, мой дорогой. Нет, это хитро. Давайте, давайте все-таки, какой-то челлендж по поводу Премьер-лиги примем, чтобы все было вот так. Нет, я тебе скажу, вот если, значит, мы выходим в Премьер-лигу, вот, значит, я одну песню записал, да, вот, ну, это самое, вот выходим в Премьер-лигу, беру обязательность сделать еще один трек, и я думаю, что с моим другом, кстати, тоже боленщиком Торпедо, Николаем Вячеславовичем Расторгуевым, народным артистом нашей страны, вот мы так поприветствуем нашу команду, вот найдем возможности, он человек, конечно, более занятой, ну, вот давайте, ребята, вы решайте задачи, а мы музыкально поддержим. Отлично, договорились, вот это, вот это по-настоящему, вот это по-мужски и творчески получилось. Спасибо. Ну, что ж, здорово, здорово, ждем мы действительно и песню, и подведение каких-то итогов сезона, очень надеемся, что сезон продолжится, возобновится, что коронавирус отступит, и Торпедо мы увидим на футбольном поле, действительно, еще повоюем. Александр, я очень рад, что вы приняли участие в нашем субботе. Спасибо за внимание, спасибо за эфир с Савичевым, с Юрием, так сказать, прямо вот я сидел, любовался им, дай бог ему здоровья.